Часто идя по улице мы можем наблюдать в окнах пеларгонию, но один себель и на верхушке буквально 5-7 листиков и она еще бедно пытается зацвести, порадовать свою хозяйку. Давайте пожалеем пеларгонию и будем выращивать ее правильно. Весна. Сейчас самое, как я считаю, благоприятное время для пеларгонии. Пеларгония после зимней спячки проснулась, она хочет расти, цвести, очень активно растет и температура для нее наиболее комфортная. Поэтому я свои пеларгонии укореняю исключительно весной. Я заметила, что осенью, конечно, есть и такие случаи, что надо укоренить осенью, например, вот, допустим, как эта паквива Каролина, она у меня так разросла за сезон, что просто-напросто мне бы не хватило места на подоконнике для нее. Вот я ее укоренила и она сейчас активно кинулась в рост и даже уже появились первые бутоны, но, скорее всего, я буду ее, здесь находятся три черенка, но, скорее всего, я буду ее, опять-таки, пересаживать, потому что ей просто-напросто будет тесно. Здесь вот это место, оно должно быть, проветриваться, чтобы не было никаких заболеваний у пеларгонии, вот, так что я, скорее всего, буду ее пересаживать в другое кашпо побольше. Так вот, весна. Активно начинаем подкармливать нашу пеларгонию. Не начинайте сразу с подкормок с большим содержанием калия фосфора, который стимулирует цветение нашей пеларгонии. Сначала подкормите ее удобрением, которое содержит равные пропорции азота, калия и фосфора. Я, например, подкармливаю свою пеларгонию агрикола для комнатных растений, не для цветочных, для комнатных растений, и там содержатся, производителям подобраны все микро- и макроэлементы, нужные нашему растению. Подкармлив пеларгонию примерно два месяца, март-апрель, уже мы начинаем добавлять различные другие удобрения, которые стимулируют активное, стимулируют цветение с большим содержанием калия и фосфора, чтобы наша пеларгония радовала нас своим цветением все лето, всю весну и лето даже, и до самых заморозков. Часто у меня пеларгония зацветала и среди зимы, это обозначает, что в ней было достаточно накоплено всех нужных компонентов, и она имела силы цвести у меня и в январе месяце, болт-минстрел, вот у меня такой. Также надо понимать, что пеларгония может быть зональная, ключелистная, их много сейчас различных видов пеларгонии, но мне больше всего нравятся миниатюрные зональные пеларгонии. Вот. Летом. Летом пеларгонию я не ставлю на южные подоконники, особенно в такое жаркое лето. Летом наша пеларгония на таком южном подоконнике, особенно, говорю, когда жарко, начинает быть такое как бы вялое, то есть ей некомфортно, ей не нравится, переставьте в такие дни свою пеларгонию куда-нибудь притяните, вот, потому что даже на пеларгонии заложено так природой, что если понаблюдать, есть такие как бы ворсинки, они есть и у, например, фиалок, листики как бы такие бархатные. Для чего вот эти вот, как я называю, ворсинки? Они для того, чтобы притенять пеларгонию от пающего солнца. То есть многие пишут, что пеларгонию надо ставить на южные окна, но понаблюдая за ней, я так, например, не считаю. Далее, что еще хочу сказать. Укореняю свою пеларгонию исключительно весной, осенью, конечно, если есть такая необходимость, укриняется осенью. Вот, например, я осенью укореняла этот черенок, и я вижу сегодня, на сегодняшний день, что ему некомфортно, он выглядит не очень хорошо, он срочно требует пересадки, а что говорить мне об этом? Да потому что листики как бы начинают поджиматься под себя, это значит, что нашей пеларгонии что-то не нравится, ей некомфортно, вот. Далее, летом мы активно подкармливаем нашу пеларгонию, любуемся ей, и вот наступает у нас осень. Осенью особых манипуляций каких-то с пеларгонией я не делаю, я заношу ее просто на постов дом, вот, обрезаю, если, как я говорю, это нужно, если за сезон пеларгония наша слишком разрослась, вот, и наступает зима, зимой пеларгонию я ставлю поближе к окошку, чтобы она ушла в такой период спячки, от окна будет с улицы холодно, и там будет ниже температура, чем в квартире, вот. Ну, и также, конечно, свет, света гораздо больше, чем если, например, мы поставим где-то на столе, для нашей пеларгонии, как правило, зимой у пеларгонии, особенно январь, весы самые тяжелые, как я считаю, для пеларгонии, она вытягивается, часто болеет, в общем, страдает, страдает от батареи, от сухого воздуха, часто появляется зимой такое заболевание, как водянка, не знаю, к счастью, у меня такого заболевания на данный момент нету, ну, водянка, в общем, это даже не заболевание, а с обратной стороны листиков появляются такие, как бы, наросты, это от того, что, и вот некоторые думают, что это какое-то грибковое заболевание, и начинают активно лечить свою пеларгонию, нет, водянка, это совершенно не страшное явление для пеларгонии, это такие, как бы, говорю, наросты, это лопаются, лопаются клеточки наших листиков от того, что вы неправильно поливаете, то есть слишком сухо, и потом слишком увлажняется наша пеларгония, и накопив эту влагу, пеларгония просто не в силах выдержаться, в общем, она начинает, вот, с нижней стороны листика мы можем наблюдать такие, вот, как бы, такие, как, точечки такие, ну, еще раз повторюсь, это совершенно не заболевание, просто надо отрегулировать полив, поливайте свою пеларгонию чаще, но по чуть-чуть, не стоит так прямо переливать, пересушивать, опять-таки, не стоит, пускай ком земли просохнет буквально на 2 см, вот, потрогайте пальчиком, если вы чувствуете, что земля сухая, сантиметра 2, полейте, вот, ну, не переливайте, потому что тогда у вас от этой водянки вы не будете знать, как спастись, и будет выглядеть пеларгония какая-то больная, дальше, с пеларгонией я не справляюсь без фитоспорина, без фитоспорина, вот он, фитоспорин, вообще ни с одним растением я не справляюсь без фитоспорина, так как я считаю, что заболевание лучше предупредить, чем в дальнейшем лечить, фитоспорин это кунгицид широкого спектра действия, он есть сейчас в каждом цветочном магазине, он бывает в виде порошка, в виде пластилина, вот у меня, я купила такой в этот раз жидкий, мне очень понравилось, жидкой такой консистенции, очень все подробно написано в инструкции, и фитоспорином я проливаю свою пеларгонию раз в месяц, раз в месяц, вообще подкармливаю я свою пеларгонию зимой, чуть-чуть, скажем так, но при каждом поливе я в любом случае вношу подкормку, при каждом своем поливе, как я говорю, если написано в инструкции 5 мг на литр воды, я добавлю даже не 2,5, а 2, но, допустим, зимой можно даже дать еще чуть-чуть меньше, вот, и проливаю, как я говорю, раз в месяц фитоспорином, поэтому каких-то проблем с грибковыми, заболеваниями у меня нет, к счастью. Далее, грунт, тоже не надо ничего выдумываться, хитрить, грунт я покупаю для пеларгонии, и смешиваю 50 на 50% теравита, универсальную, мне больше так нравится, такая консистенция получается, такая воздушная, рыхлая, то есть я заметила, что моим пеларгониам такой грунт подходит лучше, это лично мой такой опыт. Далее, если в вашей пеларгонии вы видите, что выглядит не очень красиво, скажем так, лучше весной огрежьте ее, вот февраль, март, апрель, это идеальное время для формирования куста вашей пеларгонии, вот у меня есть такая пеларгония, вот кармин, я показывала в видео, как я укореняла черенки, вот это я оставила ее для того, чтобы мне жалко было выбрасывать, я хотела еще укоренить там два череночка, ну вот, например, я вам покажу на таком примере, как ее можно обрезать осенью, либо весной, лучше все-таки весной, потому что осенью обрезав, вы будете стимулировать рост вот почек спящих, можете да, может и нет, но в общем не рискуйте, делайте это весной. И вот нашу пеларгонию мы смело можем оставить две, от двух до пяти почек, от двух до пяти почек, вот так вот обрезать, потом что-то можно укоренить у этой же пеларгонии, смело обрезать, не жалейте, вообще, чем больше вы обрезаете, тем пышнее будет ваше растение, вот, так, ну и напустим эту, абсолютно ненужную нам обрезав, я, как правило, покупаю обычный активированный уголь, его можно смять в руке и вот обработать вот эти срезы, вот эти срезы, вот что я оставила, такой пенечек, из этого пенечка в дальнейшем почки начнут просыпаться, сейчас весна, я еще раз повторюсь, и активно начнут расти боковые побеги, в общем, из этого, вот из этого казалось бы растение, летом может получиться еще довольно-таки шикарный цветок, так, далее, что еще хотела добавить, также, если вы выращиваете сортовую пеларгонию, надо учесть, что обрезка нужна не всем, абсолютно, есть и миниатюрные пеларгонии, вот, к примеру, допустим, даже, вот взять эту пеларгонию, это пахливая розита, и вот эту пеларгонию, этой и этой пеларгонии один год, ну, вот такая разница, потому что эта пеларгония, болт минстрал, она миниатюрная, а эта идет как зональная, то есть она активно, гораздо активнее растет, болт минстрал, в принципе, врезать, она отлично, миниатюрные пеларгонии очень отлично, пустятся, с ними нет никаких хлопот, поэтому я ее трогать не буду, скорее всего, следующей весной я уже буду ее обрезать и укоренять, так как вообще пеларгонию надо обновлять постоянно, раз в год, два раза в год, потому что тогда она у вас будет, вот молоденькая пеларгония, она будет гораздо лучше и активнее цвести, гораздо будут крупнее листики, так как вот не хватает сил пеларгонии, когда она уже выросла, как правило, немножко она галяется за зиму, и вот получается, говорю, такая вот верхушка, ну, откуда добраться вот к бедному нашему растению, этим нужным всем веществам, аж самую верхушку, так что лучше вы укоренить, обрежьте эту пеларгонию, оставьте, говорю, две пять почек, и тогда из этих вот почечек пойдут новые новые листики, и пеларгония ваша будет радовать вас своим необычным, красивым, шикарным, длительным цветением, удачи вам в выращивании пеларгонии, пожалейте ее, не губите, и еще раз повторюсь, сейчас самое время делать какие-то манипуляции с пеларгонией, пересаживать, укоренять, формировать куст, не загущайте так же вашу пеларгонию, если вы видите, что там слишком мало уже внутри места, лучше делайте какой-то черенок, обрежьте и укорените. пересаживайте. Продолжение следует...